Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Эта неделя объявлена в стране «Недели матери и ребёнка». И в нашей студии сегодня главный неонатолог области Светлана Васильевна Секлевец. Здравствуйте, Светлана Васильевна! Здравствуйте! Начнём сразу с того, кто такой врач-неонатолог, чем он занимается. Врач-неонатолог – это первый специалист, который начинает обследование и встречу, прежде всего, ребёнка в этом мире. Но в основном врач-неонатолог – это врач, который принимает участие в первые трое суток в жизни младенца, если это доношенный, новорождённый ребёнок. Если это недоношенный ребёнок, то первые 28 суток. Что входит в компетенцию врача-неонатолога? Как правило, это стабилизация состояния малыша в родзале, оценка его физиологической активности, функции, помощь маме, в том числе и в грудном вскармливании, информационная поддержка семьи мамы, чтобы она правильно кормила, как-то прикладывала к груди, облегчить маме вот этот информационный дефицит. В том числе и рассказываем, что такое прививки, это важно. Опять же, про неонатальный скрининг – это тоже важно. На что необходимо обратить внимание первые вот эти дни, когда мама только родила, и ей нужно помочь адаптироваться. Вот этим занимается врач-неонатолог. И первый вопрос будет касаться скрининга. Что вообще такое скрининг в неонатологии и зачем он нужен? Неонатальный скрининг направлен на то, чтобы с первых дней жизни малыша мы смогли диагностировать и начать раннее лечение таких наследственных заболеваний, которые при отсроченной диагностике мы получили бы большие проблемы. Как правило, до 2023 года в Российской Федерации исследовали на 5 наследственных заболеваний. С 2023 года был принят приказ Минздрава Российской Федерации, выделены большие средства для того, чтобы мы могли уже диагностировать 36 заболеваний. Как правило, это заболевания наследственные, тяжелые, которые требуют именно утрайней диагностики. Существует еще такое понятие, как расширенный неонатальный скрининг. Вот расширенный, кому он показан? Чем он отличается от скрининга? Все детки, вообще всем детям показаны, и доношенным, и недоношенным деткам показаны именно расширенный неонатальный скрининг, который сейчас, с 1 января 2023 года, начато использование этого скрининга. Всем детям показан этот скрининг для того, чтобы, опять же, ранняя диагностика проведена была. Какие заболевания с помощью этого скрининга можно выявить? Вот поконкретнее можно перечислить? Перечислять это очень, наверное, долго, и, наверное, это очень много времени займет. А на самом деле это наследственные болезни обмена углеводов, жиров и липидов. Эти заболевания, как правило, приводят в дальнейшем детей к тяжелой инвалидизации, умственной отсталости. А лечение достаточно простое. То есть при раннем выявлении достаточно только коррегировать терапию, именно лечебное питание, и дети совершенно здоровы будут. Дальше это гипотиреоз. Это заболевания щитовидной железы. Врожденный гипотиреоз корригируется приемом эльтероксина в случае диагностики. Опять же, заболевание муковисцидозом. Эти заболевания достаточно тяжелые. Мы достаточно много слышали о том, что детки при несвоевременной диагностике потом выходят на инвалидизацию. Поэтому муковисцидоз тоже сейчас входит в программу скрининга. И с ранних лет, с раннего возраста начинается лечение. Также заболевание – это спинальная мышечная миоатрофия. Это очень сложное, грозное заболевание. Много было рассказано о том, что это дорогостоящее лечение. Сейчас выделяются большие средства нашим государствам для того, чтобы мы могли его рано диагностировать. И в дальнейшем вводили специальные препараты и помогали родителям реабилитировать этих детей. То есть, если я правильно сейчас понимаю, то ранняя диагностика заболевания – это сейчас приоритетное направление в общей неопатологии. А где, когда, как проводится сама процедура неонатального скрининга, прошу прощения? Этот скрининг проводится в родильном доме, в перинатальном центре, родильном доме. Если мама родила вдруг, случилась такая ситуация, и родился ребенок в домашних условиях, то это в первые двое суток доношенный ребенок, вернее, через семь суток недоношенный ребенок. В принципе, все дети проходят этот скрининг. Если это в домашних условиях, то мама обычно в первые двое суток звонит в детскую больницу, и уже либо в поликлинику, и врач-педиатр приходит и делает над домом скрининг. А так в больнице и в перинатальном центре все это делается. Это обязательная, получается, процедура для новорожденного? Она обязательная, но все равно мы просим родителей добровольного согласия, потому что мама может отказаться, но стоит ли при таких вот заболеваниях? Как и когда берется анализ? Каким образом? Этот анализ берется на фильтрационную бумагу специальную, берется два фильтрационных бланка. На одном три пятнышка крови из пяточки, а на другой бланк, тест-бланк пять. Вы уже сказали о том, что можно отказаться от проведения этого анализа. Какие опасения у родителей, которые отказываются? Почему отказы бывают? Вообще отказов, как правило, не бывает. Потому что мы говорим об этом родителям, что да, вы вправе отказаться, но стоит ли при таких условиях? Потому что, опять же, повторюсь, что несвоевременная диагностика может привести к тяжелым последствиям, которые потом тяжело коррегировать в дальнейшем. Потом упущенное время. Поэтому, как правило, мамочки, они все-таки ответственно относятся к своим деткам. Поэтому, наверное, в большей степени соглашаются. То есть не проводить исследования? Сейчас все меньше и меньше желающих, потому что осознанный подход уже к здоровью. Как мамы могут узнать результат скрининга? Как правило, результаты приходят к нам в медико-биологическую, в медико-генетическую консультацию в течение первых семи суток. Если это формируется, две группы населения. Одна группа, которая невысокий риск, то есть вообще риска нету. И тогда мамам не сообщается ничего. То есть если нет звонка из поликлиники или от лечащего врача, то значит все в порядке и скрининг не нужен повторный. А вот если повторился, вернее, если пришел скрининг сомнительный, либо ребенок переходит в группу высокого риска, тогда созваниваемся с родителями по тем телефонам, которые не оставляют. Либо сообщение на электронную почту. Ну, как правило, телефон, и приглашаем родителей уже в медико-генетическую консультацию, либо по месту жительства уже к врачу-педиатру. И кто будет наблюдать в случае подтверждения диагноза? Как правило, мы совместно работаем. Это врач-педиатр, это врач-генетик и уже врач той специальности, которой необходимо. То есть это либо врач-эндокринолог, либо врач-пульмонолог, либо это вообще будет компетенцией многих врачей. Ну, в принципе, генетические заболевания, это связано с поломкой генов. Это может быть с одной стороны, со стороны материнских, может быть со стороны отцовских, а может быть это совокупность. И тогда генетическое заболевание может проявляться во всей красе с раннего возраста. И как правило, если у ребенка выявляется именно на раннем этапе, то на сегодняшний день многие заболевания, им достаточно коррегировать. Либо это гормональная терапия, либо это какие-то специальные средства. Но во всяком случае, до конца мы не можем что-то изменить, но скоррегировать и улучшить жизнь ребенка и семьи в целом это можем. Если ребенок недоношенный в нашем перинатальном центре, зачастую, скажем так, помогают войти в жизнь даже очень сложным деткам, даже прям сильно недоношенным, работают с такими, скажем, случаями. Насколько занимает место в конкретно вашей практике? Часто, нечасто? Насколько это сложнее, чем, допустим, с обычным ребенком? Ну, все зависит, вы совершенно правы, все зависит от категории пациента. Если это крайне недоношенный малыш, то это до 700 грамм, это очень маленький пациент. Это там, помимо того, что это недоношенный ребенок, он не всегда может самостоятельно жить без поддержки. Соответственно, включаются все возможности для того, чтобы помочь вырасти этому малышу. Ну, и в том числе, опять же, мы работаем с психологами, с мамами, чтобы она понимала, что это не приговор. Самые, может быть, сложные случаи на вашей практике, с которыми вам приходилось сталкиваться, может быть, самые маленькие пациенты, которые сейчас живут благодаря, в том числе, вашим стараниям? Ну, я не могу сказать, что это только мои старания, скажем. У нас большой коллектив. Я имею в виду вашего коллектива, конечно же. У нас очень большой коллектив, достаточно дружный. Мы все, в общем-то, бережем наших пациентов. Не так давно выписавшийся пациент. Это ребенок 490 грамм. Там немного была задержка внутриутробного развития. То есть этот ребенок 27 недель гистации, но тем не менее он вырос, выписывался, сейчас благополучно живет с мамой. В настоящий момент у нас еще двое детей уже почти большие. Один малыш 590 грамм, другой 600 грамм. Они сейчас будут переводиться в отделение патологии новорожденных, где будет уже выхаживаться до уже большого возраста, большого веса. Потому что сейчас один малыш – это девочка у нас, красавица, кило 490 уже, второй малыш – кило 390. И впоследствии эти детки развиваются, как обычные дети уже, да? Они к трем годам, как правило, дорастают и догоняют своих сверстников. Обычно, если нет никакой такой глобальной катастрофы, эти детки вполне себе хорошие малыши. Мама не радует. В частности, то, что даже в критических случаях получается выходить ребенка и оставить семью полной, дети растут и радуют маму – это заслуга и вашего коллектива, и в частности у нас в перинатальном центре все условия, насколько я знаю, для этого есть. Я правильно понимаю? Да, в настоящий момент нашим правительством, точнее, правительством Рязанской области, губернатором, министром здравоохранения была принята такая программа по улучшению, апгрейду старого оборудования. У нас купили буквально в сентябре, началась закупка в сентябре-ноябре, закуплено было новое оборудование, были закуплены новые КВЗ «Атом». В том числе было закуплено оборудование этой искусственной вентиляции легких с дополнительной функцией это высокочастотная вентиляция, которая более бережно вентилирует таких малышей. Вот именно эти технологии сейчас в настоящий момент позволяют выхаживать таких малышей с минимальными последствиями. Поэтому переживать не стоит. Можно сказать, где-то неонатолог – это чуть-чуть волшебник, как и любой врач. Чуть-чуть. Как и любой врач, высокая квалификация. В перинатальном центре, насколько мы знаем, все врачи высокой квалификации, многие стремятся именно туда попасть. Поэтому спасибо вам и за ваш труд, и за то, что пришли к нам в студию, и рассказали немножко. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сегодня превентивная медицина в приоритете. Правильно? Конечно. Я же прощаюсь с вами до следующих встреч. До свидания, Светлана Васильевна. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова